добрый день мои друзья сегодня я вам расскажу как я готовлю армянское блюдо называется оно хашлама я уже все продукты подготовила порезала положила сюда в сковороду и расскажу что у меня на самое дно я положила репчатый лук нарезанный кольцами сверху положила мясо затем положила я порезанный крупно болгарский перец красный и помидоры порезанные крупно потом еще слой мяса тоже порезанная крупно и затем сверху у меня идет опять лук на него болгарский перец и на него вот самый последний слой это помидоры и еще я беру чеснок чеснок вообще-то сюда можно и не класть это уже по желанию я люблю чеснок то есть я целенький прям вот чеснок положила заливается это все пивом то есть масло здесь никакого нет берется мясо которое с прослойкой жира лучше взять ребрышки мясо на ребрышках пиво вот у меня такое вот чешское завелось теперь я довожу до кипения и сверху я посыплю зеленью зелень у меня вот такая вот ассорти то есть сюда входит свежий лук укроп и петрушка да еще забыла сказать как только я положила лук посыпаю его немного солью затем кладу мясо также посыпаю слегка солью и добавляю еще пряности то есть тут у меня красная паприка кориандр мускатный орех у меня и перец еще добавляется у меня смесь перцев в том числе черный перец черный перец затем опять же с слоями кладется овощи то есть болгарские перец и и помидоры затем опять кладется мясо и это точно так же приправы то есть соль перец мускатный орех паприка кориандр и в самом самом конце как только вот уже закипит тогда я убавлю огонь ставлю на единичку сейчас у меня четверка у меня самая большая это четверочка жду когда закипит и рассыпаю зелень петрушку зеленый лук можно кинзу у меня укроп но укроп в принципе сюда вам можно его и не класть если вы не любите пиво то мне кажется просто тогда не нужно готовить потому что это блюдо именно самое главное что тушится в пиве то есть нет здесь никакого масла ни растительного ни сливочного никакого масла сюда не добавляется вот а тушится в пиве национальное блюдо которое готовилось обычно на армянский новый год армянский новый год у них 11 августа то есть сюда еще входил состав в общем синенькие баклажаны но у меня баклажан к сожалению нет если у вас есть баклажаны и в том числе если они у вас замороженные то еще можно добавить баклажаны потому что баклажаны дают тоже очень хороший вкус а так в принципе это репчатый лук помидоры и болгарский перец этого достаточно затем уже можно даже в самый конец уже после того как уже все это приготовится то есть как только закипит я убавляю огонь накрываю крышкой и тушится у меня оно это блюдо тушится где-то полтора часа даже можно два часа потушить в принципе даже можно вот у меня плита электрическая даже можно и не дожидаться что прям вот сильное было кипение то есть поставить на единичку накрыть крышечкой и вот таким образом оно у меня будет тушиться в течение двух часов и под самый конец уже где-то спустя полтора часа добавить вот мелкопорезный лук петрушку петрушку и лук и у меня вот я просто купила ослабить и сюда входит укроп я думаю что немножко и укропа добавлю хотя укроп не обязательно можно добавить сухой чеснок можно добавить сухой чеснок можно добавить укроп сухой так же и все это тушится где-то полтора-два часа но я все таки немножко прибавлю уже закрытая крышка чтобы ничего не выкипало что хочу сказать по поводу пива я вот сюда чешское пиво добавила пиво оно просто дает вкус оно в принципе алкоголем весь выметрится и вот здесь не будет алкоголя поэтому нужно не бояться тех кто ну просто если люди просто не любят запах пива они переносят ну значит это блюдо не для вас смысл в том что это действительно тушеное мясо в пиве алкоголос и пиво да, некоторые могут еще картошку положить это блюдо армянское в том числе есть и грузинское блюдо грузинское готовится немножко по-другому я вам расскажу в следующий раз я сделала именно по-армянски так что мои друзья подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии пишите свои рецепты делитесь моими видео в соцсетях всего вам доброго до свидания приятного аппетита до свидания